Так, я приехала, у нас тут недалеко есть небольшой такой рыночек. Тут деревья, там вон арбузы, дыни, цветочки всякие. Хочу сейчас подойти, ну, посмотреть, или розочки, или что-то еще. Ну, вижу, что роз здесь много, и лилии есть, и... Короче, куча всяких цветов. Вот те, которые там с краешку стоят, это... Не помню, как они называются, но они такие зимние. Не зимние, а осенние. Ну, в общем, короче, сейчас схожу, посмотрю, что есть, почем, и там дальше туда до фруктов дойду. Но тут, видите, народу мало, поэтому продавцы, как только видят подходящего человека, они, знаете, они сразу читают, у тебя все кидаются, я терпеть этого не могу, поэтому рынки, в принципе, терпеть не могу. Там, кстати, вон написано, надпись объявления написано, премиум в дар горшки. Ладно, пойду. Тут у нас еще один такой садовый центр. Сейчас зайду еще здесь, поспрашиваю, сколько здесь стоит. Я купила себе розочку молоденькую за 300 рублей. Вот такая вот она розовенькая, не знаю, вам видно, нет? Потом покажу. И купила килограмм малины за 350 рублей. Но она такая, действительно, хорошая. Зайду сейчас, короче, сюда, посмотрю, что здесь из цветочков есть. Ну, тут розочки у них по 500 рублей. Как бы, как бы, что-то мне жалко. Сейчас проеду еще чуть-чуть подальше. Там тоже у нас есть такой садовый центр, и вот там много цветочков. Не знаю, чего хочу. Хочу что-то многолетнее. Вот что именно хочу, не знаю. Там есть лаванда, но лаванда для нашего климата, она очень, очень невероятно, что она просто не переживет зиму, и все. Ладно, поехали дальше. Вот у нас еще вот здесь можно купить цветочки, но здесь что-то сегодня. Что-то как-то тоже немноголюдно. Может быть, это одному и тому же товарищу, наверное, даже. Ну, пойдемте, сходим, посмотрим, что там есть. Вроде открыто. Здравствуйте. А расскажите, что у вас тут из цветочков, что почем и что многолетнее? Многолетненькие вот там. Это тысячелистик, шарфей, колокольчик, асока, адефиниум, колоргония, там гехера, лилии, фоксы. Ага. А лилии почем у вас? 250. 250-то там как-то. А его надо на зиму выкапывать, что ли? Нет. То есть они там уже и размножаются между собой, да? Размножаются, чтобы посадить, и все вроде как цветет. Нет, будет, будет. Ага. Ну, давайте тогда я вот лилию у вас возьму. Какую? Блитую или вот эту? Какую? Вот эту, наверное, да, что вот там она поедемая? Да, вот эта. Кто-то ел уже до меня. Я вот тоже посадила. В пакете какой-то есть? Да, конечно. А это все однолетние, да, вот которые? Да, конечно. И синенькие тоже, да, однолетние? Вот эти синенькие. Да, это тоже однолетние. Абелья. Старничьи. А кустарочки, шиповник, что-то такое есть? Старки, 50 рублей. А розочки почем? Четыречка. Четыречка. Поняла, ну что-то так уже знать. А то ездишь каждый раз мимо, и думаешь, ну, блин, хоть бы остановиться, что-то хоть купить. Спасибо. Ну вот, что я купила. Розочку. Алиса, успокойся. И лилию. Завтра я их посажу. Так, лапы. Смотри, уже черные лапы здесь вовсю. Я надеюсь, что... Не грызи! Ты с ума сошел? Цветы грызть. Ой, собака. Просто сейчас очень... Алиса, ну перестань. Я разговариваю или ты? Давай я. Самые голодные. Вон, миски еда. Короче, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что я завтра их посажу утром. Потому что сейчас жара на сколько? 20 градусов. Сейчас утро я их посажу. Я уже, в принципе, решила, как и что у меня там будет. Ну, расскажу вам. Что самое интересное? Абширон трется около роз. У него с детства любовь к розам. А вот это чудовище около лиль. Лиль. Около лилий. Ну, это, конечно, только малая часть того, что нужно докупить цветник. Ну, чтобы заполнить все, что я придумала. Ну, вдруг у меня хватит сил. И главное, энтузиазм. И я все доделаю. Все. Вот на этой радостной ноте розочка должна быть розовенькая. Она молоденькая. Но они оба уже укорененные. Поэтому вот. Все. На этом со всеми попрощаюсь. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...